Этот прибор называется отпугиватель грызунов. Купить его можно в любом хозяйстве, на магазине принцип действия простой. Врубаешь в сеть, и животные теряют над собой контроль. А как вы думаете, чего так боятся мыши? Ответ звука, да-да, обычного звука, просто мы этот звук почти не слышим, а мыши приходят от него в ужас. Не многие знают, что есть приборы, которые имеют противоположное действие. Включил звук, и он нас манит, и может даже привести в восторг. Нам и раньше говорили, что спецаппаратуру могут использовать и на эстраде, для того, чтобы просто зомбировать слушателей. Правда ли это? Об этом наше большое расследование. Мы не можем называть город, куда он прилетел, мы не назовем дату, ведь этот опыт разведчика был первой в его жизни. И в тот день старший научный сотрудник Института физики атмосферы Виталий Перепелкин проживет по всем законам шпионского жанра. Сначала он заедет в гостиницу, подготавливает прослушивающую аппаратуру, потом под видом фаната сходит на первую часть концерта Стаса Михайлова, а во второй выйдет на улицу, и убедившись, что его никто не видит, Ну что там происходит? Аппаратуру занесли, можете заходить. Начнет запись. Такой эксперимент с нашей эстрадой не проводил еще никто. Мы пишем звук стоя не в зале, а на улице. Такова технология. Ведь нас интересуют не песни Стаса, а некий звук, которым якобы он зомбирует публику. Я слышал, что он использует какие-то там, это называется звук-интероверт, это эффект 25-го кадра. Организаторы белорусских гастролей Михайлова первыми стали говорить про эти странные звуки. Мол, не просто так на его концерте женщины словно сходят с ума. Я, я, я! К тому же на мысль о зомбирующей аппаратуре наводит еще один факт. Доходы Стаса. Доходы российских знаменитостей подсчитал журнал Forbes. На первом месте, с большим отрывом, Стас Михайлов. В минувшем году он заработал 20 миллионов долларов. То есть доходы всех артистов нашей эстрады приблизительно одинаковые. И вдруг на этом фоне Стас Михайлов единственный, кто получает 20 миллионов долларов в год. Это как в спорте. Если все спортсмены мира бегут в 100-метровку за 10 секунд, вдруг появляется человек, который бежит за 5, сразу напрашивается мысль о допинге. О том, что подобный допинг существует и на эстраде, нам впервые рассказал бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. Это признание на миллион. Ведь в чем секрет? Вы этот звук не слышите, а он есть. И более того, Кобылянский использовал его в композициях Лепса. А ведь это и надо шоу-бизнесу, чтобы человек неосознанно желал послушать песню еще и еще. И если бывший продюсер Лепса своими неслышимыми вставочками украшает музыку, есть музыканты, которые таким образом зомбируют публику ради прибыли. Что такое инфразвук? И как им можно зомбировать слушателей? Как разработки спецслужб для войн будущего оказались на наших сценах? Главный секрет Стаса Михайлова и десятков самых популярных российских звезд. Музыка может навредить вашему здоровью. Неужели Бобса действительно лишает нас рассудка? Смотрите через несколько минут. А ведь это и надо шоу-бизнесу, чтобы человек неосознанно желал послушать песню еще и еще. И если бывший продюсер Лепса своими неслышимыми вставочками украшает музыку, есть музыканты, которые таким образом зомбируют публику ради прибыли. То есть человек неосознанно берет, покупает беду любимого, как сегодня видите, артиста, и идет. Вот те, кто этим пользуются, скорее всего, они этим добиваются какого-то ажиотаза. О том, что звук больше, чем вы слышите, видно на примере животных. Те, кто был в дельфинарии, замечали во рту тренера некий предмет. Это ультразвуковой свисток. Человеческое ухо его не слышит, но на него реагируют и дельфины, и собаки. А теперь давайте рассуждать. Если с помощью звука можно управлять животными, значит, есть способ манипулировать людьми. Чтобы было понятно, звук – это волна. Такие волны в окружающем мире повсюду. Их не просто много, их бесконечно много. Есть среди них короткие, то есть ультразвук. Это на него реагируют животные. Есть волны средней длины. Это их мы слышим ухом. Но есть еще и длинные, самые опасные для человека. Именно их мы ищем на концерте Стаса Михайлова. Ну и на этом я судьба! Эти волны называются инфразвук. Если он и в самом деле расходится по залу, то его источником могут быть любые крупные установки на сцене. Именно их и пытался вычислить в первом отделении физик Перепелкин. Очень мощный фон. И вообще вся его фонограмма идет вот с таким превышением низких частот. Ну, вообще это давит нам все. Я, например, там просидел час, и я вышел довольно-то обалдевший от всего этого. Изучением инфразвука занимаются спецслужбы всех стран мира. Вот некогда секретные эксперименты французских ученых. Стоят взрослые вроде люди. В комнате ни шороха, ни звука. И вдруг в абсолютной тишине эти крепкие мужчины хватаются за животы. Все это кажется невероятным, но спецслужбы пошли еще дальше. Мои коллеги и я, мы делаем оружие. Конечно же, это оружие. Уникальная пленка. Выдающийся русский ученый Игорь Смирнов называет себя создателем психотронного оружия. Для борьбы с болезнями человека. Это он изобрел и разработал технологии воздействия на подсознание с помощью звука. Эти пленки экспериментов Смирнова настоящий эксклюзив. Ты должен выдержать, куда ты не денешься. И вроде в комнате не слышно ни звука, но доброволец кто начинает паниковать, то наоборот испытывает эйфорию. Сейчас жена Смирнова вспоминает, какие задачи в КГБ решали с помощью звука. Например, однажды им поручили остановить бунт в тюрьме. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, снять агрессию, напряженность, нам потребовалось меньше двух часов. Весь секрет состоял в том, что заключенным пустили не простую музыку, а закодированную. А фактически заключенные что слышали в этот момент? Музыку. Классика, рок, поп? Нет, ну естественно, это была классика, а вот это был Вивальди. Эта технология сродни 25-му кадру. Здесь принцип вроде тот же, только тоньше. Для примера я прошу ученого зазомбировать вас, телезрителей, тех, кто сидит сейчас у экрана. Зрители, смотрите нашу телепередачу, не отрываясь от экранов до конца. До конца. А теперь посмотрим, как прозвучит ваша фраза, после того, как мы ее инвертировали по спектру. Изменив голос до неузнаваемости. Елена Русалкина рассказывает такие вещи, в которые, честно говоря, верится с трудом. С ее слов, зомбировать звуком можно так, что вы этого даже и не заметите. Монтировать, допустим, шум того же вентилятора. Уметь незаметно внушать толпе свои желания, не об этом ли мечтает и шоу, и просто бизнес. Первый, кто у нас появился, это еще начало 90-х годов, Мавроди. Вслед за Мавроди к ним в лабораторию приходили люди от власти. Политики часто обращались. Были и музыканты. Кто из них сейчас использует такие технологии, неизвестно. И хотя никаких опасных шумов на концерте Михайлова физик не нашел. Звук, вот эти инфразвуковые части этого звука, она не локализована где-то в каком-то источнике. Она как-то возникает в разных местах зала. Вот такое может происходить, когда, скажем, аплодисменты имеют. И поэтому, выбирая музыку, сами того не желая, мы можем стать жертвами тотального зомбирования. На дисках за аудиозаписью должна появиться надпись. Музыка может навредить вашему. Теперь вот еще. Вернемся к тому, почему у нас компакт-диск 44 кГц. Например, если мы условно начертим звуковую волну, это очень условно. Мы так условно разделим музыку на низкие частоты и на высокие частоты. Ну вот, к примеру, вот человеческое ухо слышит вот этот вот частотный диапазон. Мы так вот его отметили. Вот этот вот частотный диапазон. Вот это где-то, скажем так, от 20 до 20 тысяч. Был такой скандал. Один инженер-акустик купил альбом, кажется, такой певицы Марии Луиза Чикона, иначе как это называется, Мадонны. И он хотел посмотреть качество записи. Соответственно, такая частотная характеристика. И он что определил? Что вот звук вот здесь находится. Это то, что мы слышим. Но оказывается, информация, естественно, какая-то... Он определил, что еще здесь что-то записывали. То есть вот если наше ухо, условно так, да, вот мы слышим вот столько, а в сущности ухо, оно слышит несколько больше. То есть вот тут надо только понять, что до 20 тысяч мы как бы то, что реально слышим, а ухо фиксирует побольше. Оно где-то говорят, что там фиксирует до 26, даже до 30 тысяч. Но сознательно мы это не слышим. Вот как интересно. То есть, и смотрите, оказывается, вот на этих частотах песенку мы слышим, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь что-то иное. Он взял, выделил эту частоту, перевел ее в слышимую, и пришел в ужас. Оказалось, что здесь текст, и, собственно, там пропивается что-то другое. И когда он перевел это в слышимый диапазон, оказалось, что вот у него, если мне неизменно понять, у него был такой текст. Я трансформируюсь в грехе. У группы КИС, группу КИС кто-нибудь слышал, да? Знаете такую, да? Как группа КИС расшифровывается? Это не знаю. Поцелуй. Это вообще-то аббревиатура. King in Surf Satan. Короли на службе сатаны. У них там сатанинские мессы они туда примешивали, хрипы умирающих животных, например, примешивали туда. Ну и так далее, и так далее. Этим практически занимались колоссальное количество групп. Даже группа Queen этим занималась. Насчет русских у меня есть такое подозрение. Особенно группе Агата Кристи. Почему? Потому что пришлось как бы участвовать в некоторых таких, консультировать, скажем так. Была серия самоубийств у нас как-то вот в 90-х годах. Девочки, мальчики залезали на крыши и прыгали. И у всех, очень интересно, у всех в комнатах обнаружились одни... Они слушали и читали одно и то же, и слушали одно и то же. Где везде была группа там. И Алису они слушали, и слушали Агату Кристи, и Нирвану. Я не хочу сказать, что это конкретно Алиса или Нирвана. Это все нужно исследовать. Но, кстати, дети были из нормальных семей. То есть из нормальных семей. Вот. А как это действует? Смотрите, вот мозг. Опять же, в область оперативного сознания. И вот вы здесь вот слышите как? Вы же текст песни слышите вот здесь? И проходит мимо сознания. То есть через сознание. Вы, например, можете... Не, а вот с этим я в песенке не согласен. А здесь получается, что вот эта информация передается вам мимо сознания. Сваливается вот прямо сюда. В подсознание. И дальше она может вот сюда подсплыть. И вы будете думать, что это ваше личное мнение. Если вы хотите поподробнее об этой технологии узнать, пожалуйста, наберите... Такой есть доктор, конечно, психологических наук покойный уже. Игорь Смирнов. У него есть... Он основал в свое время центр психоэкологии. Игорь Смирнов. Вот он как раз разрабатывал вот эти вот технологии. Кстати сказать, его технологии использовались для... Ну, скажем так, усмирения бунтов в тюрьмах. Причем он вот там делал подобные... Вот он специально записывал, изготавливал подобные треки, только на классическую музыку. То есть просто в динамиках играла классическая музыка. И в колониях, как бы, напряженность успокаивалась за буквально считанные часы. Слышите? То есть как бы люди приходили к чему? А сделаю... Я это самостоятельно. То есть мысль приходила человеку об этом самостоятельно. Вы теперь... Вот можете представить? Вот это вообще проверено, да? Вот кто проверял? Вот все эти компакт-диски. Какой колоссальный, скажем так, объем информации нам подается вот сюда. Кто-нибудь вообще это проверял? Этот же диапазон не воспроизводится с наушниками. С наушниками как раз. Понимаете, наушники, они как раз могут воспроизводить несколько больше, естественно, диапазон. Наушники всегда воспроизводят, например... Понимаете, ту частотную характеристику, которую вы видите, да, вот она написана, до 18 тысяч герц. Ну, понимаете, что это как бы тоже несколько условно. Например, если... Хорошо, вы можете взять музыку и сконвертировать ее до, там, 18 тысяч герц, знаете, да? Сейчас эту дискретизацию возьмите, там, уменьшите. Конечно, вы обрежете эти частоты. Ну, сейчас-то, посмотрите, у нас техника, например, хай-фай, колонки, да? Практически везде сейчас уже достаточно очень качественная аппаратура. Понятно? То есть вы все равно это все слышите. С другой стороны, ну, мне иногда так говорят. Ну, как же, они же на английском это говорят. Мы-то русские, мы-то нам-то че? И я как-то один раз действительно думаю, а нам-то действительно че? И мне попался на глаза один случай. Это как раз с усыновлением было связано. Итальянцы усыновили нашего ребенка. И вот папа, вот этот итальянец, он рассказывал по телевидению удивительную историю. Говорит, я, говорит, еще вообще не знал русский, а он приходит ко мне и прям плачет, и что-то мне говорит, а я его не понимаю. Говорит, что он хочет от меня? И он прям плачет и говорит. А мой сын, говорит, ну, итальянец, который тоже не знал русский, маленький сынишка, он подходит ко мне на итальянском, говорит, прошло неделя, как вот он приехал, неделя прошла, и он мне говорит, сынишка говорит, папа, какой ты глупый, ты что, не понимаешь, он у тебя просит карандаши и бумагу. Он просит у тебя карандаши и бумагу. Вот как дети друг друга, понимаете, что на уровне подсознания, вот образ, образ, который передается, и образ, он имеет какую-то знаковую аббревиатуру. Вот речь, это своим, это знак, он как бы передается сюда. Ну, мост-то вам и расшифрует его, какая разница. Тем более, что, например, я вам могу удивительную вещь привести, к примеру, как по-английски дети. Children? А скажите, я вот, вот я родился в республике Коми, а знаете, как по Коми дети? В языке Коми. Челли. Удивительно, правда? Вот такая этимология какая-то, так вот, интересно. Можно очень много-много всего привести. Соответственно, вот эти вот частоты, они, ну, как сказать, вот используются музыкантами. И, ну, вот это-то как раз и есть, вот, в каком-то смысле, вот это вот программирование. Да-да. Это что-то подобное, да? 25-й кадр. Да, примерно, ну, 25-й кадр, он заметен. 25-й кадр, он заметен. Есть, так называемая, вот, опять же, у Игоря Смирнова, они разработали несколько иную методику. Они, методика, кажется, называется, точно не помню, дискретное изображение. То есть они в изображении, ну, это если мы уже не от музыки, как изображение, они в цветовой гамме, в сочетании букв могут зашифровать любую информацию. То есть 25-й кадр, вы, вот, клипы MTV, вы когда-нибудь смотрели, вы знаете, что у нас такая мелкая нарезка, что некоторые кадры там идут по два кадра, по три кадра. То есть и вы это замечаете. То есть моргание все-таки оно происходит, это глаз фиксирует. А вот так называемое, кажется, дискретное изображение называется, ну, почитайте у него, точно узнаете. И можно зашифровать абсолютно любую информацию. Он даже в свое время выступал в передаче «Человек и закон», и вот вспоминал вот эти вот случаи. И он сказал, мы сейчас вам покажем вот эту вот технологию дискретное изображение. Говорит, если кто-то узнает, получит приз, что мы там зашифровали. Ее показывали по первому каналу, вот, а потом были какие-то звонки, и вот люди узнавали, что же там конкретно они зашифровали. Понимаете, огромное количество средств доставки информации мимо сознания. Это вот очень опасно. Особенно, еще раз повторяю, вот как бы человек превращается в некоторого ребенка, которому создают вот эти вот фундаментальные бессознательные стереотипы, которые потом будут вот так вот подсплывать и так далее. Естественно, люди, которые слушают это все, которым это все нравится, они, ну, что они скажут? Им, конечно, такая информация, безусловно, не понравится. Следующий – это инфразвук. То, что используют. Следующий – это инфразвук. Следующий – это инфразвук. Сейчас мы, кстати, сказать, еще некоторые физические такие явления я покажу на видео, как конкретно музыка влияет на человека. Это инфразвук. Смотрите. Соответственно, это звук, который ниже 20 Гц. Так, можно нам включить. Звук, который ниже 20 Гц. Звук, который ниже 20 Гц. Так, вот обратите внимание на такую интересную схемку. На такую интересную схему. Так, не видно, да? Вот все здесь? А, да. Это схемка от ритма головного мозга. Написано, что мозга – это великая магия. Действительно, да? Ну, вот у нас есть бета-волна, альфа, тета и дельта-волна. Вот это уровень безвознательного. Смотрите, как это. Вот это одна секунда, видите? Волна. Значит, от 4 до 0,5 Гц. Здесь от 8 до 4 Гц. Это у нас сон-медитация. От 14 до 8 Гц. Это релаксация. И бета от 38 до 14. Активное состояние. Вот, кстати сказать, вся современная, буквально, танцевальная музыка может быть прошита вот этими бета-волнами. Кстати сказать, есть такая характеристика. Если музыка… Вот вы слушаете, и вот удары, знаете, такие ударные. Удар меряется вот так вот. Да, вот, например. Ирландская музыка, она имеет вот такой вот так. Если музыка больше 120 ударов в секунду, это уже вредно. Во-первых, это вредно для… Поскольку это меняет ритм сердечной мышцы. Вообще, человек – это ритмовое такое существо, да? И за сердцем как бы работают… Ну, сердце задает тон как бы и ритм всем органам абсолютно. Теперь смотрите, что такое инфразвуков. Вот 20 Гц. И вот от 4 примерно до 20 Гц. Это что у нас? Видите, нет сон-медитации, релаксации, отдыха. Но инфразвуковые частоты – это такие частоты, которые, естественно, наше ухо не слышат. А вот животные все слышат. Вы, кстати, помните, когда вот Суматра, по-моему, Индонезия, да, пострадали от цунами. Помните, да? Между прочим, до цунами пришли инфразвуковые волны. Ни одной кошки погибшей не было. Ни одной собаки погибшей, только привязанной собаки погибшей. И куры погибшие, которые были в клетках. Ни одного слона, ни одного… А люди все погибли. Почему? Потому что животные задолго-долго услышали. И это вызывает тревогу. Понятно, да? Если, скажем так, вот эти инфразвуковые частоты включать кратковременно, то у человека вступают они в резонанс с альфа-ритмом головного мозга. И он, например, у него, ну, скажем так, это называется, когда человек вот танцует, 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 и время-то и раз, включает там такое по программе, да? И раз, и вот торкнуло. Опа! Видите, такие вот удовольствия, такие всполохи. Соответственно, организм сразу что начинает делать? Он начинает вырабатывать эндорфины, дофамины и так далее. Но если это оставить надолго, то есть не выключить, а вот будет дальше длиться вот эта инфразвуковая частота, то человек, он начнет… У него такое чувство паники будет. У него даже какие-то могут видения появиться. Понятно, да? И человек, вот, скажем так, люди, есть такие некоторые места на планете, да? Люди туда приходят и там видят привидения. Слышали, да? В замках видят привидения. Оказывается, да, пришли специалисты, инженеры акустики. И они поставили вот здесь микрофоны, которые как раз регистрируют вот инфразвуковые частоты. Оказалось, что аэродинамика расположения окон такова, что когда дует ветер, понятно? Внутри наблюдается появление вот этих инфразвуковых волн. А человек постоянно, постоянно, ну что? Находится под их воздействием. И он начинает что? Галлюцинировать. У него появляются страхи, фобии и так далее, и так далее. Например, в море находят такие яхты, говорят, летучие голландцы. Абсолютно пустые, там никого нет, но там тёплый чайник, например, стоит, да? Там радар, всё нормально. Ни крови, ничего нет, а никого нет. Говорят, что это так называемый белый шум моря. Это инфразвуковая часть. Значит, это когда человек начинает видеть или сходит с ума и просто прыгает в воду, там, ну что-то происходит, просто берёт и прыгает в этом смысле. Есть интересная такая, как бы, версия о том, что почему человека укачивает в автомобиле? Не потому что его укачивает, а потому что двигатель вырабатывает инфразвуковую частоту и нарушает работу вестибулярного аппарата. И человек начинает укачивать. Не потому что в автомобиле, потому что один раз вас укачивает, другой вас раз не укачивает, да? То есть, вот, входит в резонанс и так далее. Вот эти вот резонансные явления, они крайне опасны. Теперь вы посмотрите, возьмите, разберите вот эту музыку. Вот всю абсолютно музыку, вот на эти бета, альфа, дета, дельта, волны. Поскольку музыка передает еще вот эти вот состояния людям, очень интересная и показательная история, к примеру, той же самой. Это же пользуется современным менеджментом. Понимаете? В современной торговле. К примеру, я сейчас не буду на это обращать внимания, но почитайте, пожалуйста, историю создания группы Sex Pistols. Почему она была создана вообще? Кто вообще спонсировал ее и так далее? И вообще спонсировали ради продажи вообще одежды. И вот как этот панк-рок появился, и как это вообще движение появилось. Вот почитайте, просто сейчас время просто уже на это тратить мы не будем. И соответственно, вот эти вот инфразвуковые частоты, они используются практически сейчас повсеместно. Для чего? Для того, чтобы вызвать вот даже какую-то степень привыкания к определенному жанру или вот к определенной группе. То есть он приходит на концерт, да? И вот он испытывает вот эти вот эмоции. У меня прям волны радости по телу пошли. Не то что мурашки, а волны радости. В этом смысле, естественно, острее всего это чувствует женщина. Почему? Помните, я вам объяснял, что женщина как получает половое возбуждение через что? Через уши, да? То есть она получает... Извините, ключ не знаете? Это не ко мне. Семьсот третий. Кому? Вот. Вот почему? Потому что в области полового возбуждения идет вот так называемая информация идет от уха. И здесь, собственно говоря, получается. Очень. И, скажем, девушки преимущественно любят мужское пение. Мальчиковые группы. Вот. А мальчики как раз любят больше такое девочковое, так скажем, пение. Кстати, девушки, а вы не замечали, что вы когда мальчику что-нибудь объясняете, он сразу не догоняет? Не замечаете? Вот вы ему объясняете что-нибудь? А он как-то, вы как-то, смотрите, он что-то как-то не догоняет. Тормозит. А знаете почему? Оказывается, мужчины женскую речь воспринимают очень интересно. Они не сразу ее обрабатывают. А знаете сначала, каким центром головного мозга они воспринимают женскую речь? Центром восприятия, музыкального восприятия. А уже потом это они как бы смысл улавляют. То есть повторяйте несколько раз. То есть, ну понятно, что есть женский голос такой, что там и с первого раза все поймешь. А когда женщина говорит, вы слышите какое-нибудь релаксационное? Когда мужчина злится, вы ему там что-нибудь там, пощебечите ему и так далее, он там быстро успокоится. Вот. И как раз это очень показательно с точки зрения женского восприятия. Когда появилась группа Битлз, там были в основном кто фигурирует в хронике? Девочки, да, они начинают трясти там, да, и так далее, и так далее. И там есть такая картина. Они начинают играть, и играют отвратительно, кстати сказать, на концертах. И девочки, там вот такая картина. Они вот так вот трясут, и вот она приседает, и у нее здесь все мокрое тут же. То есть отсюда пошло выражение «поклонница кипятком пысует». То есть она вот от звука вот этого вот, она от этого звука, она пришла в такой как бы восторг, что она испытала буквально оргазм. Вы слышите? То есть, а вы теперь, вы понимаете, вот, например, как необходимо охранять с информационной точки зрения, ну, к примеру, вот, девочек, да, какое-то их восприятие. И на что сейчас все вот, вот, все направлено. Абсолютно. В этом смысле. Я хотел бы сейчас показать вот вам несколько видео. Ну, вот, то, что я хотел бы еще показать в этом смысле. Это вот современная музыка, да? Поп-музыка такая, какая она есть. Вот все, что мы слышим, вот, я такой же такой. Нашел в интернете. Вот, или, к примеру, что успокаивает. Есть два убежища от жизни, их невзгод. Это музыка и котики, да? Тоже интересные фотографии. Да, интересно, вот, звуковые наркотики. Звуковые наркотики. Это так называемые... Были, были, а потом пропали. Да, потом пропали. Но на самом деле их до сих пор используют на концертах. В чем их смысл заключается? Вот смотрите, вот головной мозг, вот одно ухо, да, и вот второе. И вот здесь колонка, и здесь колонка. Или здесь наушник, и здесь наушник. И здесь идет одна частота, а здесь идет другая частота. То есть, понятно, вот здесь, например, идет, ну, не знаю, там, 18, там идет, например, 10 кГц. А здесь идет тот же самый сигнал, который, по сути, в стеле должен идти такой же, 10, да? Но он идет здесь не 10, а он идет здесь вообще 5, например. И, ну, не 5, ну, например, 15. Передискретно. Появляется такой эффект рассогласования. Иначе, кажется, это называется бинуральные ритмы. Рассогласование. Только можно с одной стороны зала направить вот такую частоту, и с другой стороны зала направить такую частоту. И у человека, если это долго происходит, у него наблюдаются как бы вот эти явления. То есть, небольшое такое головокружение такое, да? И оно такое даже приятное такое вот. Такая какая-то легкость появляется. Понимаете? А потом, и соответственно, это опять ради чего? Ради эндорфинов, дофаминов и так далее. Что такое эндорфин? Гормон радости. Гормон счастья, да? Девушки, вот, например, у них вот, ну, говорят там, диетологи. Вот у них вот кушают шоколад, и у них прямо выделяется эндорфин, да? Вот любят шоколад. Ну, только, по-моему, говорят, не от молочного, а больше от темного, но это уже такие детали, в частности. Но, эндорфин, это вот морфин, только эндорфин, внутренний морфин, то есть, это внутренний наркотик. И человек становится кем, буквально? Аркоманом, то есть, биологическим наркоманом. То есть, вы пришли на концерт, представьте себе, как это происходит. Вы пришли на концерт, на концерте вы услышали, вы услышали, вас вот как раз вот использовали, например, инфразвуковую частоту, или вот по такой технологии использовали, у вас выделился эндорфин. Организм это запомнил. Знаете, как организм замечательно запоминает вот эти вот состояния удовольствия, да? Вот состояния удовольствия. Вот он это очень хорошо запоминает. Например, человек, к примеру, вот, не просто надо пить пиво, да, а вот, например, пить пиво и смотреть что-то, да? Или еще при чем-то что-то говорить. То есть, надо вот то же самое состояние вспомнить организму. А теперь, смотрите, когда вы будете слушать эту музыку, ну-ка, на колонках, у вас уже не будет вот этого эффекта. Но организм это вспомнит именно на той части, на которой это использовалось. И у вас что, не такой сильный эффект будет, как это был на концерте, а такой меньший, да? Но все равно, о, да-да-да-да-да, я вот вспоминаю, ах, вот-вот-вот, и вот опять мурашки по коже, да? Как-то даже немножко закачало человека, и так далее. Это то, что касается вот этих вот технологий. А теперь я хотел бы показать вам очень интересные, как музыка буквально напрямую воздействует на человека. Ну вот, есть такой очень интересный фильм. Кстати сказать, этот фильм, по-моему, «Центр научфильм», фильм был сделан в СССР. Обратите внимание, комментарии здесь как бы излишни. «Отные еще и слышат растения. Вы никогда не поверите, что они тоже слышат. Но зачем же тогда в лабораторию пришли музыканты? В клетках живого листа постоянно движется протоплазма. А теперь слушайте и внимательно смотрите. Невероятно, но под звуки музыки движение протоплазмы ускоряется. Как только начинает звучать музыка, протоплазма вновь активизируется. Начали. 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 Стоп. Так чем же, собственно, растения уж так резко отличаются от животных? Есть ли? Этот фильм называется «На грани двух миров». Этот фильм можно найти в YouTube, его полностью посмотреть. Но, собственно, чем же звук, как он конкретно влияет, какое конкретное физическое влияние? Вот мы так переходим от психического к физическому, от физического к физическому. Вот я хотел бы вам картинку такую показать. Интересную. Вы, конечно, все видели. Что это такое? Снежинка. Это просто снежинка. Правда? Но почему вот какая-то вот эта суперсимметрия? Вот физики сейчас ищут суперсимметрию. Говорят, ее нет. Но кто-то говорит, нет, она есть. Она в каком-то ином состоянии. Но посмотрите, какая поразительная симметрия. И вы знаете, что вот все снежинки, которые падают на планету нашу, нет ни одной похожей. Вы слышите? Ни одной похожей снежинки нет. Я даже... А звезд на небе, их больше, чем снежинки. Все-все пищит во всем. Кто-нибудь из вас слышал такого физика, инженера акустики, не инженера, а акустика, исследователя Эрнст Хладни. В интернете есть очень интересный ролик, посвященный фигурам Хладни. Вот обратите внимание, что это такое. Как звук конкретно непосредственно влияет. Это сахарный песок, под ним колонка. Сахарный песок просто насыпали на металлическую поверхность и под ним колонка. Посмотрите, что происходит с песком. Это называется фигурой Хладни. Это впервые вот этот немецкий акустик, физик, это 18-й век, он это обнаружил. Сейчас будет менять чистоту. Посмотрите, что будет происходить. Сахарный песок. И смотрите, все это более и более сложно. Смотри, ничего не напоминает, уже как будто какая-то клеточная структура. Немного напоминает фрактальную геометрию, если кто-то знает, что это такое. Посмотрите, какое потрясающее явление, влияние звука непосредственно на материю. Ну и дальше, видите, уже порог слышимости, мы уже не слышим, а и все, выключилось. Очень интересный в этом смысле такой ролик, который показывает наглядно. И, как вы помните, есть наглядная демонстрация этого... А теперь смотрите, вот эти сочетания звуков дают эту гармонию. Слышали, да? И появляются вот эти снежинки. Фильм «Вода», наверное, все помнят, но я освежу память. В 1995 году доктору Эмото Массару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Моцарта. Тяжелый рок. Иногда это всплески определенные, эмоциональные, которые приводят к совершенно таким очень негативным результатам. Я не помню случаев, когда на концерте классической музыки произошел бы вот такой отрицательный выразиватель. Эксперименты показывают, что агрессия вызывает редкость. Кстати, пока не забыл, скажу такую вещь. Вот видели, да, вот начинают бить там и так далее. Время от времени вот в метро заходят такие молодые люди. А сейчас мы тут сыграем и ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. С ри-обезьян, макак, наблюдается немножко такой очень интересный эффект. Значит, они там, например, собираются, начинают орать, то берут палки и начинают вместе колотить какое-нибудь дерево там, и так аааа, орут и бам-бам-бам-бам-бам. И что-то на подобной музыке такое происходит. Ну, говорят, что они как-то так эмоции выражают и так-д-д-д. То есть, это как бы исследовалось. Такое и есть. Вот знаете, очень похоже. ...изменение памяти воды. Такая вода может провоцировать агрессивные состояния угостения спокойных людей. Еще один ролик из этого фильма, чтобы напомнить вам. В лаборатории Леонида Исвекова в воде дали прослушать лунную сонату. Музыку Вивальди. Тяжелый рок. Ну понятно, да? Потом, например, на воду ругались. Насколько человек состоит из воды? 80%. А знаете, как конкретно организм реагирует на вот эту воду, так сказать, отрицательно говорят, заряженную, да, вот такую вот музыку? Оказывается, вода является буквальной основой жизни, да, и в ней вот кодируется, как бы, ну, на основе ее кодируется белок, да? То есть белковая структура. Оказывается, если у нас вода вот положительная в каком-то смысле, белок хорошо кодируется, все нормально. А если нет, то он плохо кодируется. То есть вы представляете, что происходит с нами? Вот что, вот в каком-то смысле нас настолько сейчас перепрограммируют. Я вот потом скажу, вот, так называемое перепрограммировано, вот когда перепрограммируют внутреннее звучание человека. Но это я скажу после того, как вот покажу вам отдельные тут ролики и, может быть, даже отдельные звучания. Обратите внимание, тоже очень интересный ролик есть в интернете. Крахмал, это так называемая ньютоновая жидкость. Скорее всего, кто-то из вас видел, в ВКонтакте есть этот ролик. Посмотрите, что происходит. И на что это похоже? Это крахмал в воде. Ну, распор крахмала. То есть, везу колонка. Соскотипы не напоминает? Музыки всегда отводилось такое сакральное. как бы, такая сакральная роль, которую, она всегда присутствовала, например, в тайных обществах при инициации, везде, понимаете? Абсолютно везде она была. Есть очень интересный фильм о современном роке, называется фильм «Колокола ада». Можете его посмотреть, он есть в ютубе. Я просто сейчас не буду воспроизводить его, ну, для того, чтобы времени не терять. Я вот еще, что хочу вам привести. Вот вы сейчас вот это все увидели. То есть, как музыка конкретно физически влияет на человека. Соответственно, по поводу психики. Вот я зачитаю несколько, некоторые примеры. Некоторые примеры. Смотрите. Например, частота работы сердца и гладкой мускулатуры внутренних органов близка к 7 Гц. Соответственно, альфа-режим работы головного мозга 4-6 Гц, бета-режим 20-30 Гц, ну и так далее. При совпадении или приближении частоты звукового колебания к частоте биоритмов того или иного органа возникает хорошо известное вам явление резонанса, усиления колебаний. Или антирезонанса, подавление колебаний. Возможны также случаи так называемого неполного резонанса. Теперь обратите внимание. После исследований, проведенных на кафедре акустики МГУ, выяснилось, что частота основного ритма композиции Deep Purple Smoke on the Water составляет от 2 до 4 Гц. При громкости от 40 до 50 дБ подобная музыка вызывает довольно сильное возбуждение, временами доходящее до временной потери контроля над собой и возникновению агрессивности к окружающим. После двух или трех прослушиваний у предрасположенных людей наблюдалось обострение нервного срыва. Кроме того, у человека могут появляться трема, теряться острота зрения, слуха, повышается содержание адреналина, а также остальных гормонов. Ну, кстати сказать, весь современный такой спорт, в каком-то, ну, как сказать, в каком-то смысле спорт, вот этот экстремальный, это как бы люди становятся наркоманами, адреналинозависимыми. А если, например, он не поедет и не попрыгает, например, откуда, у него уже ломка какая-то определенная наблюдается. Например, ученики седьмого класса временно забывали таблицу умножения после 10-минутного прослушивания рок-произведения. Подобно. Например, другой эффект был, например, после бардерских песен, да? И так далее. Кстати, приятные нам композиции могут оказаться не менее вредны и более тем тщательным изучением. Например, Beatles, Helter Skelter, есть такая композиция, где основной ритм около 6,4 Гц находится в опасной области резонансных частот брюшной полости грудной клетки. Также возникали внезапные боли в животе и груди, и появлялась реальная угроза резонансного совпадения частот. Некоторые музыкальные исполнители, в их числе Maroon 5, Leaking Park, Psy, сколько он там в YouTube набирает за сутки? Рэпер Psy такой, слышали, да? Леди Гага привлекают к написанию и записи своих песен профессиональных психологов цель добиваться мотивационно-гипнотического эффекта. Вы слышали такие песенки, которые с головы не вылетают? Особенно используют так называемый NLP-эффект. Тоже слышали, да?